Здравствуйте, создатели передачи «Лучше всех». Я Фатыкова Наталья, мне 11 лет. Я из города Иркутска. Я обучаюсь финансовой грамоте с 5 лет. В школе будущего банкира, которая работает для детей в Сбербанке. Организовала ее Ирина Анатольевна Ишмуратова. Заниматься мне очень нравится. Когда я была маленькая, мы играли в финансовую игру «Денежный поток». Потом мы стали знакомиться, что такое деньги, банки, инвестиции и много чего другого из финансового миа. В 10 лет у меня был проект, который назывался «Студия дизайна». Я придумала бизнес, который мне нравится. Я хочу стать дизайнером. Для этого я сейчас много делаю. Например, занимаюсь художественной студией, изучаю математику, английский и, конечно, разбираюсь с финансами. В моем проекте я научилась считать затраты на открытие своего дела, привлекать инвесторов, считать доход на работу с клиентами. Сегодня я хочу поделиться со всеми, кому интересно, своим опытом, как организовать свое любимое дело так, чтобы оно еще приносило и доход. Сейчас у меня есть такое любимое дело. Я делаю миниатюры для кукол из подручных материалов. Потом я летом начала делать миниатюры из полимерной глины и выставлять их на продажу. Сначала я это делаю для своих кукол. Это были маленькие букетики, посудка, созданный телефончик, пицца, конфетки и много другого. Бабушка мне помогала делать маленькие букетики. Показывала, как делать цветочки из ткани. Моим друзьям и одноклассникам понравились мои поделки. Мне стали обменивать их на конфетки и денюжки. Потом мне стали заказывать определенные заказы. Мама помогала мне сделать каталог и прайс-лист. Вот. Приметы и прайс-лист. Вот. Когда заказов у клиентов стало много, я создала группу Viber. Разместила в ней каталог. Так удобно друзьям смотреть, что я умею делать и узнавать, что у меня появилось новенького. В конце учебного года, перед тем, как всем разъехаться на каникулы, я подарила красивые наклейки моим друзьям-покупателям. Наклейки я тоже сделала сама. Всем разные. Чтобы наклейка радовала именно этого ребенка. Это была моя программа лояльности клиента. Например, маме вот я сделала такую наклейку сову, потому что мама умная. На следующий год я хочу создать свой канал в YouTube и там развивать свое умение. Заводить новое знакомство для расширения сети контактов. Искать ребят с такими же интересами, как у меня. Я рада, что мое увлечение лепкой миниатюрой с полимерной глиной приносит мне столько пользы. Это и общение, и красиво. И интересно мне и елюшки на булочки, и конфетки. Теперь начнем обзор на миниатюры. Это книжки в раскрытом и закрытом видах. Это утюг, расчески, губка, тени, зеркало, калькуляторы, ручки, линейки, леденцы. Это тортик. И в них я проделала дрыжки, чтобы вставлять такие самодельные свечечки. Ой, упала. Вот это я пластилин сделала. Потому что, когда я, например, буду снимать мультики, я хочу этим тоже увлекаться. Чтобы, когда персонаж сдувал свечи, я пластилинчик убирала. Это пицца на черном тесте, пицца на классическом тесте, паперони. Это овсяные печеньки. Это веселые печеньки, такие вот мордашечки. Это суши. А это миниатюры на следующий год. У меня появилась такая новиночка, всякие фигурки, типа миленьких таких животных, не знаю, гавайных мордашечек. Это хомячок у меня на данный момент. А вот блокнот заказа. Так раньше писала я. Я знала, что надо по-другому писать, но я тогда на данный момент не могла вспомнить. Я еще подписываю год. Начало, когда я начала торговать, как у меня стремится, бизнес. И конец. Потом мне научили правильно заполнить блокнот. Надо писать фамилию, кто мне заказал имя, предмет, количество этого предмета, цена за одну штуку и общая цена. Мне пошла летняя торговля. Вот чем я хотела сегодня поделиться с вами. Буду признательна за обратную связь на мой рассказ. Всем здоровья и добра. До свидания. Продолжение следует...